Выросли возможности тоннепроходческих щитов, и на сегодняшний день показанный щит 15,5 метров, это уже не самый большой, на сегодняшний день уже изготавливают щиты диаметром 17 метров. И естественно, это позволяет строить туннели совершенно другого уровня, то есть мультифункциональные туннели. Скорости, которые мы слышали сегодня, 300 метров или больше в месяц, что совершенно не фантастически, что это действительно реальные скорости, нужно соответственно периферийное оборудование. Это может быть современный рельсовый транспорт, чтобы доставить грузы до комплекса или вывозить грунт. Это могут быть конвертные системы, это может быть вентилация. Все это нужно для того, чтобы успеть соответственной скорости. За последние годы произошли серьезные изменения в части автоматики. Появились новые информационно-телекоммуникационные технологии. Их успехи в мировом метростроении таковы, что фактически новые эти технологии стали стандартом де-факто. Это означает, что нам сейчас с действующих систем автоматики надо переходить к новым, которые достаточно более серьезные, более экономичные, но и сложные. Для примера, одной системой комплекса автоматики является система управления движением. Сейчас практически, вот на этом слайде показано, что практически во всем мире на новых реконструированных линиях используется почти исключительно Communication Based Train Control, системы CBTC класса так называемого, что в переводе означает, так сказать, систему управления движением с использованием коммуникационных технологий. В 2016 году мир приближается к очень знаменательной цифре. Около тысячи километров линии метрополитена будет ездить без машиниста. И нам в России тоже надо к этому готовиться и приступать. И планово следующее. Конечно, комплекс систем автоматики, который задает экономический в том числе тон, естественно, стоимость автоматики несколько выше в процентном отношении. Вот здесь показано на первой линии Екатеринбургского метрополитена, сколько стоила автоматика, 0,9%. Здесь, скорее, не вторая линия 2,5%, а это пример международной практики, сколько автоматика занимает в объеме капитального строительства. Но нужно иметь в виду, что вот эти 2,5% не обеспечивают сокращение вот этих 100% на существенную долю. То есть они сопоставимы в абсолютном выражении. 0,9% на первой линии 2,5%, потому что во втором случае 100% — это просто меньший объем. За счет чего? За счет сокращения площадей, за счет повышения энергоэффективности. Потому что могут использоваться, при использовании телекоммуникационных технологий, могут использоваться энергоэффективные алгоритмы. Например, автоведение может обеспечить сокращение расходов электроэнергии на тягу от 5 до 15%. Но есть такой уже установленный факт, в том числе в России, что автомашинист ведет хуже лучшего машиниста, но существенно лучше среднего. Вот эти как раз 5-10% расхода электроэнергии на тягу — это внедрение энергоэффективного алгоритма.